всем здравствуйте с вами некрас и это обзор героя аид смотрите вы меня уже давно просили его обозреть поэтому поехали кто такой аид аид это страж то бишь саппорт он дерется в дальнем бою и его задача охранять вашего адека кири тобишь и начнем рассматривать что же у него есть в арсенале пассивка называется ну давайте по-русски вред и накладывает дебаф когда мы кого-то атакуем если мы используем какое-то умение на нем на противнике который попал под дебаф он получит дополнительный какой-то эффект его сейчас будем смотреть что за эффекты первая способность у нас называется внезапная смерть и это по сути блинк такой наносит урон в области попадания и используется для того чтобы сократить расстояние с противниками и потом ультануть либо убежать если на противнике будет вред то он замедлится вторая способность покров тьмы накладывает сайленс временно на всех противников которые под него под эту область попадают если они находятся под вредом они пугаются и бегут куда глаза глядят третья способность наносит просто урон вокруг персонажа вашего при этом если противники находятся под эффектом пассивки то они на них происходят микро взрывы такие тут написано при этом дополнительный урон они получают от взрывов и ваши союзники вы как я понял да исцеляетесь от этих же взрывов давайте посмотрим что будет ну и ульта ульта это по сути как black hole только она меня расстраивает тем видимо поэтому я за это так мало играл что из нее можно любым скиллом выбраться смысл в том что аид затягивает противника к себе и наносит урон но из ульты можно выпрыгнуть при этом если противник под вредом то у него уменьшается защита у аида защита повышается хочется сказать еще такую мелочь про аида что мне нравилось больше его старая моделька потому что там был такой черепок интересный с рогами давайте просто я вам покажу как пример это все происходит мы прыгаем в толпу врагов и ультуем у них а потом пугаем и начинаем просто раздамаживать до танковать и всякое такое теперь про закуп ну я как уже говорил как правило играю за героя всяких убиваторов за саппортов я играю редко тем более за таких как аид но могу сказать что в принципе можете купить как саппорт в начале дар смотрителя то есть ваш керри будет добивать кого-то и вам будут начисляться будет начисляться голда вроде как но из плюс к здоровью плюс к регенерации маны не повредит потом две бутылки ботиночки обычные да и соответственно какую-нибудь активку но тут уже на вкус и цвет как говорится сейчас уже не актуально как я понял брать хог гнев богов потому что предмет стал только одному монстр наносить урон это не очень хорошо только что для лесников подходит лесники еще берут это дело а закуп но вы знаете все в принципе что саппорта обычно покупаю то есть как мне недавно сказали это давайте посмотрим физическом суверенитет и какой-нибудь амулет камень пустоты вот камень пустоты и суверенитет и дальше уже по обстоятельствам надо защищаться от маг дамага покупаете что-то против маг дамага ауры какие-то для союзников нужно будет покупать может быть какие-то дебафы для противников которые там быстро и больно убьют ну то есть все по ситуации тут я вам точно не скажу ну и в принципе на этом все всем спасибо за просмотр если вам обзор был интересен то подписывайтесь на мой канал и ставьте пальцы вверх а если вам нравится смайт и вы хотите поиграть то я предлагаю вам зарегистрироваться в этой игре пройдя по ссылке в описании под этим видео ну а скачать ее можно со стима очень удобно всем еще раз спасибо и пока